Дверь поддаётся. Артём, давай поднажмём! И вот с этими вот ты хотела создать новый мир, не выйдет здесь. Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший. Артём, убери голову. Ворота открыты. Цепляем цистерну. Выдал мой народ надежды. Я это никогда не забуду. Но война для меня только началась, а теперь надо закончить дело. Артём, нас привела сюда твоя мечта, но моему народу она не поможет. Теперь это и моя война. Уходи, Артём. Иди к своей мечте. Жив, зайчонок. Я так волновалась. Артём, иди к своей мечте. Иди к своей мечте. Иди к своей мечте. проявиться во всей красе и теперь от них никуда не деться? Сможет ли Дамир, оставшийся в пустыне, чтобы вместе с Гюль привести их народ к свободе, справиться с еще одним чудовищем? Инерции мышления, заставлявшие местных десятилетиями переносить любые тяготы и лишения и не щадя своей жизни служить тиранам? Не знаю. Это чудовище может оказаться посильнее всех остальных. В любом случае терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте, найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого-то не смогла отказаться. Продолжение следует...